Дочь шведского генконсула в Санкт-Петербурге, Эльза Бринстрём, имела шанс погибнуть или умереть от болезни не несколько и даже не один десяток раз. Она объездила всю европейскую часть России и Сибирь, помогла по самым скромным подсчётам 700 тысяч человек, пять раз удостаивалась номинации на Нобелевскую премию мира. В России она оказалась в очень сложное время, в период гражданской войны, и удостоилась любви и белых, и красных. За то, что Эльза не делила нуждающихся на «своих» и «чужих», её и прозвали «сибирским ангелом». Эльза родилась в северной столице в 1888 году. Семья её покинула Россию, когда девочке было всего три года, отцу предложили хорошую должность на родине. Но в 1906 году Эдвард Бринстрём вернулся уже в должности посла, а два года спустя, окончив колледж в Стокгольме, к нему переехала и дочь. Здесь, в Санкт-Петербурге, девушку и застала Первая мировая война. В ту пору среди представительниц высшего общества были весьма популярны курсы «Сестёр милосердия». Это увлечение не миновало и Эльзу. Как рассказывает Штутгарт Квелл в книге «Эльза Бринстрём». Женщина, которую называли «ангелом», девушка сначала устроилась в лазарет для раненых русских солдат, а позже получила приглашение в шведский Красный Крест. Как международная организация, Красный Крест помогал всем, вне зависимости от национальности и убеждений. Тем более, что Швеция сохраняла в конфликте нейтралитет. В обязанности Эльзы входил уход за пленными немцами и австрийцами, оказавшимися в России. Не желая тратить средства на заботу о военнопленных и лишний раз провоцировать снищающее население, отечественное правительство приняло решение отправлять раненых в Сибирь, где у них оставалось немного шансов выжить. За одним из эшелонов с пленными немцами на восток отправилась Эльза. Молодая сестра Милосердия была поражена ужасными условиями, в которых они пребывали. Все силы она бросила на спасение нуждающихся, помогая не только пленным, но и русским солдатам, а также местному населению, где лекарствами, где провиантом, где перевесками и уходом, а где и просто добрым словом. В автобиографии «Среди военнопленных в России и Сибири» Эльза писала, «Единственно важным является лишь постоянное стремление создать для людей достойные условия жизни и желания, приносить людям радость». С окончанием Первой мировой шведка вернулась в Санкт-Петербург. Несмотря на поступающее предложение уехать на родину, она решила не покидать Россию, хотя понимала, что надвигается еще более страшная и кровопролитная война, гражданская. В 1918 году Эльза вместе с миссией отправилась в Омск. Тяжелый путь занял более шести недель, наличие мандатов, выданных Троцким, не спасло миссию от задержек и проблем. Впрочем, документы и статусы в то время ценились менее всего. Незадолго до того, как Бринстрём прибыла в Казань, колчаковцами там был расстрелян австрийский врач. А далее, в пути по Сибири, миссия узнала еще о четырех погибших представителях Красного Креста, двух шведах и двух датчанах. Впрочем, подобный беспредел творился не только в подконтрольных Белом районах. В Красном Туркестане в начале 1919 года был убит сотрудник шведского отделения Красного Креста, а вместе с ним и военнопленные, которым миссионеры пытались помочь. Страшный голод, бушевавший там с 1918 года, заставлял людей поступать хуже диких животных. Миссия Эльзы в Сибири затянулась на несколько лет. Она ухаживала за ранеными, доставляла медикаменты и продовольствие, организовывала госпитали и лазареты. Сотрудники ее миссии и коллеги из других стран гибли от рук белочехов, колчаковцев, сибирских атаманов, босмачей. Как ни странно, благожелательнее всех оказались красные. За время путешествия по Сибири несколько миллионов человек умерло от брюшного тифа и других страшных болезней. Но, казалось, сама судьба бережет сибирского ангела. Эльза ни разу серьезно не заболела, а ее жизнь хоть и бывала под угрозой, но даже легкого ранения девушка не получила. Кто знает, возможно, она оставалась бы в России и дольше, но в 1920 году пришла телеграмма о тяжелой болезни отца, и Эльза вернулась в Швецию. Дело своей жизни, помощи нуждающимся, она продолжила в Германии, а потом в США. В годы Второй мировой войны занималась благотворительностью и читала лекции в Европе. И несмотря на то, что Эльза постоянно работала с опасными заболевшими, все ей было нипочем. И все-таки ее доконала болезнь, но не заразная, полученная от кого-то из подопечных, а страшная и неумолимая, рак костей. До самых последних дней своей жизни, пока у нее хватало сил двигаться, Эльза продолжала заниматься благотворительностью, помогая детям в Германии и Швеции. Здесь, на своей исторической родине, она умерла и была похоронена 4 марта 1948 года.